Ваше дитё заблудилось и запуталось, ничего не понимает, хочет любви, ребёнка родила. Помогите ей! Никогда не встречайтесь с людьми, у которых проблем больше, чем у вас. Вы рискуете чужие проблемы решать, а не свои. Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Артём, Дмитрий и Евгений, а невеста у нас Вероника. Здравствуйте, рада вас снова у нас проходить. Вероника, 22 года. После участия в программе «Давай поженимся» её жизнь превратилась в сказку. Но финал этой сказки оказался слишком прозаичным. Вероника работала помощником директора в агентстве элитной недвижимости. Сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребёнком. Гордится тем, что с 16 лет перестала просить деньги у родителей. Вероника не ищет красавца и не свяжет свою жизнь с человеком, у которого уже есть дети. Выйдет замуж за широкоплечиво, спортивного, харизматичного мужчину, рядом с которым она будет чувствовать себя в безопасности. Вы были чуть больше года назад, но, может быть, у наших зрителей не такая хорошая память, поэтому предлагаю напомнить. Давайте посмотрим. Привет, Бенжи. Меня зовут Вероника. Очень приятно с тобой познакомиться. Скажите, а вы специально подготовили так свою внешность, типа под Джоли? Или вы такая от природы? Нет, я абсолютно такая не от природы. Вернее, да, я от природы, но я не всегда была такая. Это вы? Да, это я. Красотка. Это она? Ух ты, она, слушай. Вообще, мне не похоже здесь. Два раза в голове образилась. Обалдеть. Да, я весила. Честно, не скажу, ну, от 30 килограмм больше. Просто я уже, когда стала весить такую хорошую, добротную такую цифру, я перестала взвешиваться, мне просто было страшно. Ладья. Спасибо. Давай побудем сегодня звездами. Я буду в роли Анжелины Джолин, а ты в роли моего мужчины Брэда Пита. А моя сестра нас фотографирует. Чтобы в жизни состояться, ты не видишь Шоли, Шоя Анжелина Джоли. Вероника, а вы с твоей программы ушли с женихом. Но, как я понимаю, не он на вашу жизнь превратил в сказку. Да, действительно так. Невеста супер. Намного лучше, чем на фотографиях. То есть, я вообще... Шокирован? Впечатлен, да? Да, да, да. Тем более, я встретила сразу практически мужчину, как на тот момент мне казалось, мужчину своей мечты. Он вас нашел тоже в сетях после программы. Да. Видите, как, да, все равно программа участвует в ваших жизнях. Бонусы, бонусы дает. Да, да, да. Я была в такой эйфории после снятия программы, что когда он мне написал, и он написал не как дела, не как самочувствие, он написал мне, как прошли съемки. Мне так хотелось поделиться, что иной раз, наверное, я бы не ответила, а тут захотелось пообщаться на эту тему. Голос у нее такой низкий, да? Голос очень приятный. Мне очень нравится, когда женщина говорит низким. Мне тоже очень нравится. У нас сразу завязалось тесное общение. Через пару дней он мне позвонил и мягко говорил. Вы влюбились буквально в его голос сначала? То есть, у вас все было абсолютно на чувство? Голос был, как говоря, божественный. Я когда его услышала, мне хотелось с ним день и ночь разговаривать. После этого мы с ним встретились. Он заехал за мной в университет. Выходит широкоплечий, красавец. Я занимался плаванием как раз. Я широкоплечий. Плаванием. Да, да. Мало того, я вас перебью, а вы же еще были настроены на любовь, потому что Роза же вам нагадала, что вы... Конечно. Да. Это и есть самая... Нашла дурочка, кому верить. Извините, не надо. Я вам что нагадала? Что я в 2015 году выйду замуж. Так, а я вам нагадала то, что, извините, вы будете жить счастливо и долго умрете в один день? Нет. Вот. Так что нагадала свадьбу? Вот она и это. Вот выкрутилась. Выкрутилась. Да, да, да. Давайте посмотрим. Давай, выясним, в 2015 год замуж выйдешь, не выйдешь. Тени, глазки закрой и тени. Купюрку. Не вытащи, только один доллар. О, сто долларов. Сто долларов. Кстати, самую большую денежку. Вау. Помимо... Мало того, что ты выйдешь замуж, ты еще и разбогатил. Разбогатила? За нищего замуж вышла? Мое богатство, это мой ребенок. Секунду, 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 это твое богатство, а мое богатство, это шуршанчики. Ты за бедного замуж вышла? За нормального. На какой машине приехал к тебе первый раз? Марку сказала. Бед, это бизнес-класса, так что не надо, Лариса, мы как заказывали, так и сделали. Моя девочка. А я, кстати, Жене же нагадала, что он женится в этом году. А мне тоже нагадали. В общем, закрутилось. Все сразу, быстро. Сразу поез меня ознакомить с родителями. Родители потрясающе меня приняли. Уже просили и внуков, и внучек. Да и, собственно, и он мечтал о детях. Прям каждый день мы с ним разговаривали о детях. Сразу съехали, стали жить у него? Съехали сразу. А как ваши родители к такой вот спешке отнеслись? Не говорили, Вероничка, подумай, детка. Говорили, но я на тот момент настолько была окрылена счастьем. Ну, понятно, 20 лет. Что я на самом деле не видела никого и ничего, кроме него. Это Санкт-Петербург, Ждана? Да, да. Это же судьба. Возможно, будем надеяться на это. Ну, давай, не подкачай, Дима, не подкачай. Девочка родилась у вас? Девочка. Почти сразу? Почти сразу. Вы узаконили отношения? Да. То есть официально были замужем, родили ребенка не то, что долгожданного, а желанного? Очень желанного. Он был счастлив? Дело в том, что он был счастлив ребенку, конечно. Но мы с ним... Он оставил меня на восьмом месяце беременную. Почему? Дима, это ужасно, да, когда на восьмом месяце так бросает человека? Ну да, это, конечно, очень все некрасиво. И я считаю, не по-мужски провел себя, конечно, молодой человек, да, и его бывший. Вот давайте вместе разберемся. Вероник, когда гормон зашкаливает во время беременности или после родов, мы за себя сами не отвечаем, мы себе не принадлежим. Он старше был у вас? Да. Мудрый мужчина должен понимать, что это не мы, это нас так колбасит. Это внутри нас зарождается жизнь, и мы не всегда адекватны. Ну, это беременность, это можно. Во время беременности. Ну, понятно. Что-то с вами такое происходило, похоже, во время беременности? Да, действительно, в каких-то моментах, может, я себе позволяла какие-то скандальчики, ссоры. По поводу? Ну, он мог не прийти домой, остаться с друзьями, не обращать на меня внимания. Мне очень хотелось внимания. Мог... А мама... В какой форме вы ему претензии предъявляли? Честно. Вот сегодня уже, потому что, во-первых, ничего не поздно. Слишком мало времени прошло. Наверняка он смотрит эту программу, его родители, близкие. Все равно мы подвержены влиянию, мы все равно все внушаемы. Вы красавица. Вот сейчас увидит, поймет, что вы или раскаиваетесь, или уже этот выброс гормонов прошел, что вы будете снова той же самой прелестной барышней, в которую он когда-то влюбился. Поэтому говорите все как на духу. Дело в том, что я уже давно раскаялась из-за каких-то своих ссор и скандалов. Душили его, честно, вот эти мне? Тем не менее, я считаю, что они очень аргументированы были. Потому что, я считаю, когда мужчина не уделяет должного внимания... Послушайте, нет, все очень по-разному. Мы тоже можем так достать, обратила меня внимание, что он не то, что внимание обратит, забудет про тебя. Не надо так. Знаете, как мои дети просят меня прощения? Мам, прости, конечно, но ты знаешь, мама, ты сама вот так. Я говорю, так, постойте. Я говорю, мне такое прощение от вас не нужно. Лучше его совсем не извинять. Нет, нет, извини, если ты хочешь, конечно, чтобы я тебя... Пожалуйста, извини. Но знаешь, мама, когда я вот пришла со школы, ты не должна была. Я говорю, все, все, пожалуйста. А, кстати, вам... Поэтому, если вы, если вам вот есть камень на душе, если есть в чем раскаяться, просто скажите, глупая была мама, не научила, прости, любимый. А, кстати, мама вам говорила, объясняла, что, деточка, вот ты вышла замуж в течение года, молодой человек, мужчина, он как жил, он не понял, что он женился. Он как жил, так и продолжает жить. А вот уже через год, как правило, у них мозги встают на место. Поэтому здесь, конечно, нужно где-то перемолчать, неприятно, перетерпеть. Потому что, Веронечка, ну, слишком мало времени прошло, конечно. Они как ходили к друзьям, так и будут ходить. Нужно сначала пожить, ну, по времени, не знаю сколько, ну, от полугода до года, наверное, я так думаю. А уже потом, да, уже принимать осознанное решение и вступать в брак. Уходил к друзьям, потому что дома было уже невыносимо. Потому что вечный пилюш, слезы и недовольное лицо. Вам было все не так. Он же продолжал работать, у него продолжалась своя собственная жизнь. А вы почувствовали себя брошенной, одинокой. Мне тоже казалось, что я беременная, буду ходить вечно. Что я без живота уже не буду никогда. Что я беременная была всегда всю жизнь и такой останусь. И, конечно, я и рыдала, и, конечно, меня все это раздражало. Потом я думала, боже, какой ужас, какая я уродина. А еще говорят, что беременность украшает. Мы все через это проходим. Нас всех это мучает. Поэтому. Я думаю, на самом деле, главная причина нашего расставания даже не мои ссоры или претензии, а, наверное, не любовь с его стороны. Нет. Он бы не женился на вас. Вы смотрите, вы до сих пор ничего не понимаете. Он ведь из роддома вас встретил с ребенком. И ребенку был несказанно рад. Мало того, он как бы вам внутренне дал еще один шанс. Вы же пробовали сойтись снова после рождения ребенка. И опять ничего не получилось. Он предлагал сойтись. Может быть, у вас какие-то запросы, которым мужчина не может соответствовать? То есть, ты говоришь, что высокие они должны быть или невысокие? Мне кажется, не в этом была причина. А в чем была причина? Видимо, попался не тот человек. Девчонки, помогайте. Вы же в семье. Вы же лучше знаете. Полина и Алена. Что не бил. Денег не приносил. Не содержал. Свекровь измывалась над ней. Тогда что? Она желанна была со всех сторон. И родители хотели. Ну, я думаю, Роза правильно сказала. Что, скорее всего, мало прошло времени. То есть, этот мужчина просто еще не понял, что семья – это ты сидишь дома. А с ребенком... Ну, кто вам сказал, что семья – это сидишь дома? Да замените расстрелом. Нет, нет. Интереснее, комфортнее и круче, чем вне семья, вне брака. Замуж выходит, чтобы улучшить свою жизнь, а не ухудшить. Что за глупости за такие? Отпустите. Моя мама, когда женила бы брата моего, она невестке сказала, Люда, я своих детей знаю. Мои дети свободны, выросли в любви. Держи их, как песок на ладони. Никуда не денутся. Начнешь вот так их зажимать, и Лариска и Виталька найдут, откуда вылезти и найти себе там, где им будет лучше. Не надо, дайте ему свободу. Сидеть дома. Ну, а ты как, готов с ребенком жить? Почему бы нет? Да. Ну, смотри, это ответственность. Кошечка моя красивая, все хорошо. Как назвали дочку? Василиса. В честь Василисы Володиной? Шутка. А давай посмотрим, у нас видео есть. Правда? Давай. Привет, ребята, из Питерова. Сейчас мы с дочкой гуляем по парку, который находится рядом с нашим домом. Нам очень повезло, что у нас есть такой живописный парк. Василиса очень любит смотреть мультики. Несмотря на ее маленький возраст, она все прекрасно понимает и очень всегда уличена процессом. Какая малютка, красота какая. Покажу какой-нибудь с одной из плацец. Вот это, например. Я думаю, настоящая принцесса, как Василиса, дамает ходить каждый день в таких нырях. Господи, какое счастье, маленький ребенок. Прям позавидовала. Игоряш, может, сострогаем все Снегурочку еще одной? Дима, если вот у вас с Вероникой все сложится, твоя мама готова принять дочку Вероники? Да, конечно. У нее мама очень замечательный человек, очень добрый. Поэтому здесь проблем не возникнет, я думаю. Подарите любимым стройную фигуру. Диета Елены Малышевой. Набор готовой еды для снижения веса. Готовить не надо. Все уже сделано для вас. Просто ешьте и худейте. Дорогая, так вы счастливая. Василиса, мое счастье. Вы счастливая. Мало того, муж... Вы же официально еще не разведены? Мы... У нас идет процесс, да. Опа. Вот так вот, значит. Опа. Вот это интересно. Может быть, еще и подумайте здесь, рассматривайте, участвуют постоянно в воспитании девочки. Одевает, обувает, наряжает, как куколку. Василиса он очень любит. Он прям... Скажите, он вам сказал? Три слова. Я тебя не люблю. Сказал. Это главный мой плюс. Сказал? Сказал и много раз. Надо отдать ему должное, да, что несмотря на то, что они расстались, да, что он все-таки и помогает там, и покупает, да, и за ребенком там, ну, скажем так, ухаживает. Вот вы же не хотите мужчину с детьми. А, кстати, почему не хотите? У вас уже ездит, ну, как бы ребенок, вы с паровозом идете, с вагонами, с одним пока. Почему вы не хотите, чтобы у него был тоже ребенок? Потому что это, может, эгоистично с моей стороны, но на данный момент мне в мои годы хватает одного ребенка. Нет, а потом вы ревнивые, и вы собственница. Вы хотите, чтобы мир крутился вокруг вас. Вы сами крутиться не будете. Потому что вы такую адовую работу проделали над собой, и вы имеете право. Потому что из дурнушки вы превратили себя в красавицу. И это так затратно. И вы понимаете внутренне, что сегодня все вам должны, да, мужчины, служить. Вы не будете его делить ни с кем. Я бы тоже не смогла быть доброй мачехой. Ну, нет этого в организме. Понимаете, я равнодушна к чужим детям. Может быть, когда-нибудь я поменяю свою жизнь? Может быть, когда-нибудь, когда вам будет 76 лет? Может быть. Женя, то есть ты понимаешь, у нее такая неудачная была история первый раз, и она все равно решилась, и пришла она, давай поженимся второй раз. То есть она не боится испытывать судьбу дважды. Как ты думаешь, ей повезет на этот раз? Конечно, повезет. Я же пришел. Короче говоря, вы сейчас уже не та невеста, у которой ни детей, ничего, красота. Как говорится, первый ряд. Вы переместились немножко в другой. Неважно, сколько вам лет. Соответственно, что бы я вам рекомендовала? Вам нужно согласиться на жениха, который я называю такой интеллигентный домашний мальчик, который в обычных обстоятельствах, когда вы вот первый раз приходили, конечно, у него шансов с вами не только познакомиться, а просто заговорить не было бы вообще. Но очень хотелось и очень нравятся такие красивые статные девушки. Ну что, интеллигентный домашний мальчик, Дмитрий? Мне кажется, в какой-то мере это про тебя все-таки. Что получаете вы? Он дает вам финансирование, заботу, внимание. Ну, освобождает вас от определенных, собственно говоря, от одиночества в том числе. А взамен получает вас, в общем-то. Потому что при других обстоятельствах вы вряд ли на него согласились. Но такова проза жизни. Жень, ну мне кажется, ты подходишь однозначно, потому что ты не тусовочный парень у нас. Я не тусовочный ни разу. Ты зациклен на работе. Я работаю очень. Весы абсолютно не могут без партнера. И поэтому вот здесь я хочу сказать о том, что интеллигентный домашний мальчик – это, пожалуй, для связей, которых у вас может быть много. Всегда будут покровители, всегда будут поклонники, всегда будут связи. Есть некоторая проблема. Вот то, что вы говорили про истерики. Вы спорщик от природы. Вы человек, который отстаивает своё мнение. Иногда даже сам не знает, зачем он это делает. Вы не доверяете людям. Вы всегда проверяете их, правильно? То есть у вас критический ум – человек, который пытается доказать свою правоту. Она же с веснушками? Ну, что вы можете сделать, чтобы не испортить отношения? Объясняться с человеком, которого вы любите, который вам нужен и дорог. Всегда говорите, вот сейчас мне плохо, у меня гормоны. Или вот я вот такая, потому что это. Не ставьте это как ультиматум, а объясняйте. И тогда в вашей жизни будет гармония. Не грузите русским языком. Абсолютно согласна. Проходите, знакомьтесь с первым женихом. Абсолютно. Здравствуй. Здравствуй. Я очень рад познакомиться с такой выражительной девушкой. Тебе? Спасибо. Пойдём познакомиться. Спасибо. Артём, 26 лет. Бухгалтер в крупной иностранной компании. Увлекается парусным спортом и роп-джампингом. Катается на вейкборде и сноуборде. Гордится призовыми местами в марафонских забегах. Мечтает о маленькой дочке. Артём собственными руками превратил свою возлюбленную из простой и добродушной девушки в надменную высокомерную особу. Надеется, что Вероника не обманет его надежд. Бухгалтеры, милый мой бухгалтер. Первый раз вижу живого бухгалтера, честно. Герой песен. Букетики нам? Да, это вам. Мои счастья. Смотри, с букетом такой, да? То есть джентльмен. Все в синях пиджаках. Что же вы сделали так со своей возлюбленной? И она быстро так изменилась в ваших руках? Разбаловал. Разбаловал. Ага. И я очень люблю путешествия. И мы очень часто путешествуем. Порой они даже бывают очень опасные путешествия. И с человеком, который встречался, я считаю, что он как-то находился в одной определенной точке, районе, в городе, и она никуда не выходила. Вообще никуда. То есть в какой-то просто прибрежный парк поехать для неё была трудность. А можно посмотреть ваше экстремальное? У нас видео есть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Господи, какая, оказывается, интересная жизнь. Можно плавать, можно летать. Как ты думаешь, экстремал готов взять ответственную задержку с ребёнком? За ребёнка надо следить постоянно. Постоянно в путешествиях. Да, я думаю, что да. Кажется, он не семейный человек. Ну, если он настроен на серьёзные отношения, да, то, наверное, придётся чем-то пожертвовать ради семьи. Вы москвич? Да, я москвич. А вот мы, во-первых, в Санкт-Петербург, то есть мы на вашу территорию поедем. Кстати, поедем ли мы на территорию Артёма в съёмную? Поедем. Очень хорошо. В Москву поедем. Вы мечтали о маленькой дочке. Вас не смущает, что уже есть дочка готовая? Сколько ей? Три месяца? Четыре. Нет, меня не смущает. А маму? Ну, она детский воспитатель, я думаю, она не удивится. Послушайте, я тоже не бью чужих детсадовских детей, но окно закрываю плотно. Когда у меня детский сад под носом, это дико раздражает. Жень, тебе не кажется, он такой разносторонний, любит путешествовать, а как же она будет с ним ездить, с маленьким ребёнком? Мне кажется, ему придётся... Мне кажется, она сейчас об этом как раз и думает, вот посмотри на неё. Вот, например, я тоже люблю путешествовать, но, допустим, от экстрима я очень далека. Как вас это устроит? Я, допустим, с парашюта не прыгну, ни за что. Я стараюсь людей, которые со мной летают, девушку как-то ограничивать. То есть у меня есть, например, какие-то вот... Ей хороший номер сначала сделайте. Прекрасный вид у бассейна. Вы знаете, я вам хочу сказать, не все интересы должны у супруга совпадать. Просто вы должны занять такую позицию, я не влезаю на ту территорию. Я своего любимого или любимого не душу. Мой муж обожает пляжный волейбол. И он играет и прыгает. Я терпеть не могу, а я люблю плавать. А Игорь не любит плавать, и он боится за меня. Он стоит и смотрит, а я заплываю на два часа. Понимаете? И мы друг друга оставляем в покое. Я его утешаю, говорю, ничего не произойдет. Пожалуйста, иди займись собой. Мы так договорились. Мне кажется, изначально она как-то к нему негативно настроена. Невеста? Угу. Нет, мне кажется, это по ней сложно понять. Положительное, симпатичное. Похоже, да. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная тайна. Или традиция. Что хотите узнать? Давайте свидание наедине. Замечательно. Проходите. Ты просто безумно красивая. Спасибо большое. С тобой очень приятно общаться. Мне очень приятно. Ты не знаешь, что я тебе рассказывал. В Новый год Дедом Морозом подрабатываю. Ой, это замечательно. Подрабатываю в детском садике за счет того, что у меня мама. И так что я люблю дарить подарки. Люблю находиться рядом с детьми. И я считаю, что я смогу посмотреть за вами. А то я думала уже, что в следующий Новый год я буду Дедом Морозом. Ну вот у меня появилась Снегурочка, можно сказать, еще одна. Вот. Так что вот так вот. Вы родная сестра? Родная сестра. Старшая, да? Так я понимаю? Старшая, да. Да. Полина, скажите, пожалуйста, почему такая заторможенная? После родовой или что это? Почему заторможенная? Почему немножко в себе? Молодая, 22 года. Если бы она сказала, что ей 35, я бы сказала, хорошо выглядит. Ну да, 35. Ну-ка, все видно. Женя, мне кажется, они там были больше минуты. Мне кажется, просто он купил сочник и два билета. Артем, есть сюрприз подготовленный. Я приготовил необычный подарок. Был на острове в Греции с действующим вулканом. И с действующего вулкана взял камень в виде сердца. Вот, вулканический камень из жерла. Покажите. И чтобы что, этот булыжник. Мы тоже все время таскаем сыну своему, все камни. Одна, что с ней арестовали нас. Это вулканический камень. Вот заляжен, что с ним делать? Натирать место больное. Что с ним? Это сердце. Камень в виде сердца из вулкана. И что? Ну, это сердце вулкана. Понимаешь? И что с ним делать? Роза уже в том возрасте, когда это не усужили. Мне не хватит объяснять. Какая польза от него-то? Поставить в вулкане вулканическое сердце. Страсти будут бушевать, как вулкан. Для красоты, в принципе, да? То есть, ничем он не наделен, не лечит? Нет, нет, нет. Он наделен эмоциями и вот... Первозданными, безусловно. Нет, Роза мыслят абсолютно практичная. Непрактичный подарок. И также я хотел подарить второй подарок. У меня плед есть. О, это хоть прям, я уже от урастроилась, думаю, господи, кирпич подарил. Да, плед для Василисы, да. Да, и чтобы она всегда была... Вот детский пледик, молодец. Как раз по сезону. Спасибо. А вот у меня есть вопрос к Веронике. В каком сейчас состоянии находится бракоразводный процесс? Завершающий. Завершающий? То есть, Вам дали, назначили дату, придете, все в порядке, не придете, еще будет переносить? Нет. Через суд Вы? Да. Все уже было, просто... Имущественных вопросов нет? Дележки, ничего? Нет. Значит, по сути, он не хочет развестись. Если бы он хотел, он пришел бы и развелся с Вами. А почему Вы настаиваете тогда? Потому что настаивает он. Там он являлся в суд. Там были причины, почему он не явился. Почему? Ну, он там проспал, вроде бы. То есть, первый раз он проспал, второй раз он тоже проспал? Живот болел. Ну, это как раз... Ну, это трамвай не пришел... Да, но он не хочет разводиться. Если хотел бы, он бы даже дошел. Я думаю, он хочет до Вас что-то донести, чтобы Вы наконец-то услышали. Ну, ничего не было еще, деточка моя. Значит, еще это все под большим вопросом, поверьте. Проходите в свою комнату. Тебе не пугает, что она еще в браке? Ну да, муж-то постоянно будет вам мешать, скорее всего. Да, нет, не пугает. Чего бояться-то? То есть, ты уверен в себе, да? Конечно. Если люди не подходят друг к другу, там хоть замужем, хоть не замужем, это как бы неважно абсолютно. Давай поженимся в Вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Никогда не замечали, почему вот две подруги. Одна красавица, другая совсем нет. Но все мужчины ведутся на ту, которая совсем не красавица. Понимаете, есть еще такое определение, как живость ума. Эмоциональная, манкая, приятная, естественная. Вы как кукла, Вероника. Вот вы красивая. Я на Вас посмотрела 20 минут, и все. И мне уже хочется из Вас какую-то эмоцию. Мне уже хочется из Вас что-то живое, настоящее вытащить. Почему так? Наверное, и с мужчинами. Ну это же, заметьте, расстрел. Нет, я на самом деле немножко скромная сегодня, потому что немножко смущаюсь. А что смущаться? На самом деле, у меня еще есть одна причина. Так озвучьте ее, потому что пока... Почему у нас так получилось. Потому что до моей беременности, когда меня Игорь встретил, я была абсолютно другим человеком, в плане... Я была сильная, работала, училась. То есть он встретил абсолютно другую женщину. И когда я забеременела, наверное, под воздействием гормонов, я стала такая плаксивая, слабая, постоянно на что-то жаловалась. Хотя раньше он за мной, наверное, этого даже не замечал. И мне кажется, немножко усомнился во мне. На то или он женился. Да. Конечно. Это тоже пройдет. Вот тоже самое это, плаксивость, все это пройдет. Сейчас только дочка подрастет. Ну да. И она снова будет сильной, крепкой. Бегать, путешествовать. Почему мама вам не сказала, Вероника, вот этот кисляк, не уберешь с лица, с тобой рядом никто не задержится. Ухи дохнуты вокруг. А подруга, а сестра. Так же, как с мужчиной, нельзя обсуждать никакие физиологические процессы, которые происходят во время беременности. Не надо, потому что он думает, что мы не ходим в туалет, что от нас должно розами пахнуть с утра, круглосуточно, что у нас не растут волосы на ногах, и ресницы у нас свои, понимаете? Просто выспались. Я считаю, что Артемушка у нас очень прямо подходит. Вот очень подходит. Абсолютно не подходит. Не нагулялся в поле ветер. Так, ну, пацан, пацан, пацан. Да не будет второго варианта. Очень даже вы его в свои руки возьмете, пусть он бухгалтерию осваивает, и вы ему еще работку подбросите, в принципе, пускай деньги зарабатывает. А Женеца сошла. А Веронике нужен красивый, богатый брусанец. Мало ли, что ей нужно. Я тоже, может быть, хочу стать президентом. Ну, понимаешь, я же не с ума сошла, понимаешь? И что и она тоже может мечтать. Мечтай, дождешься почтальон, который тебе пенсию принесет. Артем, ну, вообще, как по ощущениям? Понравилось? Выберите, я думаю. Понравилось. Посмотрим. Но девушкам не очень понравилось. Ну, а ты думаешь, ты ее заинтриговал? Я думаю, да. Она так смотрела на меня. Думаю, да. Понравился? Мне понравилось то, что он очень вежливый. Это меня, конечно, очень зацепило. Но по поводу того, что он не нагулялся, я, наверное, с вами соглашусь. В путешествии гирей будет. Вот по поводу не нагулялся, это не то. Он ищет человека себе похожего. Он, я бы сказала, не нагулялся в смысле жажды познания мира. Вот он будет всегда жаждать, познавать мир. И ему нужен человек, который его понимает. Вот, может быть, даже не так, как мама. Или хотя бы не мешает. Понимаете? Вот. Вот, вот, я полностью согласен. Человек меня понял. Знакомьтесь со вторым женихом. Раник, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Я очень рад встрече. Надеюсь на встречу в Санкт-Петербурге. Очень приятно. Спасибо. Дмитрий, 28 лет. Сотрудник банка, владелец вендинговой компании. Гордится тем, что открыл свой бизнес с нуля и получил грамоту работник года. Мечтает купить остров в Тихом океане. Предупреждает, что ненавидит тушеные овощи. Отменил свадьбу с одной девушкой в расчете на то, что вскоре женится на другой. Но его план не сработал. Надеется, что с Вероникой он дойдет до ЗАГСа. Можно ли я начну с небольшого подарка? Это для доченьки, для Василиса. Это от меня, это от мамы. Небольшая открыточка. Вот, подарки. Тамарочка передай, пожалуйста. О, нет. Не только типаж. Вы же подали заявление в ЗАГС. Да, жили с девушкой. Жили года три, наверное. Подавали заявление. Как сейчас помню, это было 7 августа должно было состояться. Но в течение, так сказать... За три года подостыли уже. Подостыли, да. Сначала все было хорошо, все нормально. Вот, то есть она была приезжая. Вынуждена была каждый день с вами кульбиты акробатические? Ну, потом, да. То есть позвонили заранее, да, из ЗАГСа. Ну, там за три месяца спрашивают, изменили вы решение или нет. Да, но вы-то уже познакомились на сайте с другой девушкой? Да. Послушай, мне кажется, он как-то не очень порядочно поступил, бросив свою невесту и в надежде на свадьбу с другой женщиной. Дмитрий, а я вот хотела вернуться. Вот мама вам подарок передала дочке Веронике. Вы-то вообще-то не сторонник общаться и строить отношения с женщиной, у которой есть дети. Правильно я поняла? Но в случае с Вероникой вы почему-то передумали. Почему? Ну, прислали фотографии Вероники и здесь... То есть вам фотографии понравились? Да, фотографии очень понравились. Как ты сказала, потому что в обычной жизни, наверное, он бы не посмел. А своих детей хотите? Да, конечно, своих хочу. Сколько? Мальчик-девочка. Мне кажется, он мне кажется более таким надежным, спокойным, да? Однозначно. Но он и производит такое впечатление. Да, да, да. Вы сотрудник в банке, владелец компании, да? То есть вы человек состоявшийся. Ну, в какой-то степени, да. Живете с родителями или отдельно? Ну, пока живу с родителями, да, но 2-3 месяца осталось до собственной квартиры. То есть она у вас уже построена? Да, уже. Или вы еще... Отопление только не дали. А так уже все. А, то есть она ваша, просто достраивается? Да, да, да. А, что хорошо. А у нас есть очень интересное видео про вас. Давайте посмотрим. Когда я узнал, что ты тоже из моего прекрасного города Санкт-Петербурга, я сразу же принял решение поехать на программу. Когда выдалась свободная минутка, я отправился на прогулку. Часто люди даже не подозревают, что в течение своей жизни много раз оказываются рядом со своим счастьем. Какое-то внутреннее чувство привело меня в этот зимний заснеженный двор. Меня не покидало ощущение, что ты где-то рядом. Надеюсь, когда мы встретимся на программе, то я смогу убедиться, что мое сердце меня не обмануло. Это рядом с вашим домом? Я сразу узнала, я просто хотела потом сказать ничего себе. Мы живем 15 минут друг от друга. И ни разу не встретились никогда нигде? Может, где-то встречались, мимо проходили. Ничего себе такие совпадения. Потрясающе, правда? Мне кажется, вот он живет в Санкт-Петербурге, у них возможностей намного больше. Чтобы встретиться. Да, чтобы встретиться. Но я считаю, что всегда можно найти компромисс. Можно найти возможность, чтобы она сюда приехала. Вот и все. Но у вас еще есть бонусы, семейная традиция, скелет в шкафу. Давайте воспользуемся семейной тайной. Давайте. Тайна, традиция, что? Традиция, да, то есть у меня видео, скажем так, видео на путствие от мамы. Мама, конечно, желает мне всего самого хорошего. Хочет, чтобы быстрее я съехал. Не в бровь, а в глаз. Здравствуйте, уважаемая студия, ведущая и Вероника. Каждая мать в мире говорит всегда про своего ребенка, что он самый лучший. Я не являюсь исключением. Мой Дима добрый, радушный, работящий. Не пьет и не курит. Он самостоятельный. Он может приготовить обед, сварить пельмени, пожарить яичницу. Его любимое блюдо – макароны с мясом. Студень, селедка под шубой. Что касается традиций, то летом мы любим выезжать на природу. Напоследок, хочу подарить тебе икону святой, блаженной Матроной Московской. Прости у нее, чтобы она помогала найти тебе хорошего мужа, который будет тебя любить и твою дочку. До встречи. Мне кажется, с мамой перебор, потому что звучит мама-мама-мама. Мужчина должен быть более самостоятельный. Однозначно. Но, может быть, он таким образом хотел показать искреннее намерение. Что он домашний какой-то такой. Что у него серьезное намерение по отношению к ней. Мне кажется, он не хотел, но показал то, что он очень зависим от мамы. Готов сюрприз? Показывайте. Это же мой простой сюрприз. Да, Вероника, в прошлом твоей программе у тебя был похожий сюрприз. Да. Твоего сходства с Анжелиной Джоли, конечно, отрицать невозможно. Но в наших отношениях Брэд Питт лишний. Поэтому мы сейчас его уберем. Мне тоже Брэд Питт надоел, за прочим. Я его разлюбила, если вы заметили, я его больше не упоминаю. Смотри на ее глаза. Она какая-то тоже замешательная сейчас попала. Все. Нету Брэд Питта больше. Масло. Все. Как другу, ужас. Поэтому теперь... Вместо Брэд Питта я. Да. Да. Спасибо, спасибо, парни. Забирайте Дима. Спасибо большое. Ой, бедный мой Брэд. Даже с бывшими нельзя так жестоко. Давай. Дай ему прощальный поцелуй. А у меня встречный. Он такой жестокий прямо. Сейчас я говорю про маньяка. Полина, Алена, улыбаетесь. Хороший знак. Значит, вам понравился, Дмитрий? Понравился. Ну, во-первых, живет рядом. Серьезный сотрудник в банке, владелец компании. Уже в собственности своя квартира. Это тоже мало важно. Квартира, да. Да, смотри. Чей мама поддерживает. Квартира у тебя строится. И машина, и все, и работа. Ну, в общем, короче, мы просто... Да, у нас одни плюсы. Минусов у нас нет. Молодые раки очень сильно увлекаются. Они умеют романтически ухаживать за женщинами. Умеют, даже не обладая очень привлекательной внешностью, заинтересовать, понимаете. И больше того, у меня такое чувство, что он не случайно приехал сюда. Что все-таки он присмотрелся к вам, где-то вас видел. Раки выбирают действительно отменных женщин. И весы очень часто притягиваются к ним. Но у вас еще есть один жених. Знакомьтесь. Привет, Вероника. Рад тебя видеть. Это вот маленькое сердце для малышки Вероники. Василиса. Спасибо. Василиса, да? Евгений, 26 лет. Владелец собственного бизнеса по оптовой продаже брендовой одежды. Занимается плаванием и фитнесом. Предупреждает, что все его деловые партнеры – представительницы слабого пола. Отношения с возлюбленной все больше начинали напоминать Евгению сказку о рыбаке и рыбке. Поэтому накануне свадьбы ему пришлось оставить ее у разбитого корыта. Надеется, что Вероника – благодарная девушка. Ой, Лариса, у меня в глазах двоится. У нашего третьего жениха такой же пиджак, как у второго. Это я ему давал поносить. Роза, мы так надеялись, что никто не заметил. А у меня даже ровно двое. А я не заметила, а у меня абсолютно не. Один в один, да? Ну, на тебе лучше сидит в пиджак. Сказка о рыбаке и рыбке. Да, ты по потянуте. Женечка, в общем, сказка о рыбаке и рыбке стала для вас суровой действительностью. К сожалению, да. Что там такого происходило? Расскажите. Ну, история на самом деле достаточно типичная. Когда познакомились, чувство влюбленности, все хорошо, все прекрасно. Отношения строятся на любви и доверии, как тогда кажется. Но со временем требования девушки становились все выше и выше. Мои возможности сокращались по мере их возникновения. Мне кажется, он еще не очень готов к каким-то таким серьезным отношениям. В маечке нужно прийти с девушкой знакомиться. Женя, ну-ка, послали подарки. Это вообще так хорошо. А про подарки забыли? Женя, да, подарки. Я хотел это с собой унести. Вот. Вот. Это вам. Это Рози. Ла-ла-ла. Это вам. И мне. И вам, да. Боже, спасибо вам большое. Я думала только Рози, потому что она прямо обожает, преобожает. Я думаю, что он не конкурент нам. Не, ну парень интересный, конечно, но в принципе я думаю, что она ищет немного другого человека. Мне кажется, она больше спокойного ищет такого. Женечка. А кольцо, вот эта история с кольцом? Вы же ей подарили кольцо. История с кольцом, да. Очень трагичная. В общем, на самом деле история с кольцом, ну она такая достаточно странноватая. Я была назначена дата уже свадьбы. Ну я ей подарил тогда кольцо. И потом, когда мы уже разошлись, я это про кольцо, если честно, даже как-то ее и забыл. Вот. И в день свадьбы она моей матери привезла это кольцо, ну не стоявшееся свадьбы, и сказала, что вот я нехороший. Козел. Ну вот так, да, он примерно сказал. Вот такая дурацкая демонстрация никому не нужная. И мне тоже было очень смешно. Слушай, это у вас истории похожие. Не только пиджаки. Ну я это понимаю. Кажется, он все копирует. У Жени есть потрясающая черта, он очень ответственный, очень преданный. Я только другого понятного. А зачем вам? У вас, вы в такой индустрии, где, ну вот, красивые женщины, это вообще как, ну, не редкость и не диковинка. Причем они все, ну можно среди них найти. И среди, собственно говоря, даже не только моделей, я имею в виду. Вот неважно, без детей, без всего, вам зачем такие трудности любите? Да нет. Роза, они почти все как первая наша, которая была меркантильна. Во-первых, я не мешаю лично с работой, стараюсь так, во всяком случае, потому что это очень мешает. А хочу, чтобы вообще, то есть человек был далеко от этого мира, потому что, ну, много причин на этот счет, не будем их пересчитать. Ну да, представь, какое у него окружение, на работе, там, еще где-либо, в кругу друзей. Мне кажется, она сама готова к таким подружкам. А она уже с ребенком. Как она будет на это смотреть? Нет, она тут эффектность должна быть. У вас остался один бонус, скелет в шкафу. Хотите узнать? Да, конечно. Правда? А зачем? А вдруг узнаете, что-то такое, может быть, не стоит? Нравится же парень? Ой, боже, какой страшный секрет, которого нет. Скелета. Нет скелета. В 26-е годы мне нажил скелета, прости. Да, у меня есть два скелета рядом. Да, да. В розовом и в темном. Да. У вас есть сюрприз? Да, есть сюрприз. Покажите. Мы сейчас покажем вам небольшой модный показ. Ну, чтобы ты примерно представляла, чем я занимаюсь. И в конце еще сюрприз лично для тебя. Ух ты. Это платье, которое именно отрисовала Марика. Это дизайнерский платье. Да, это платье. Это панкарка, да? Это панкарка? Какую богатую интересную. Вот это то, что будет модно у нас в следующем сезоне. Спасибо, девчонки. А подарок? Да, мы специально для тебя. Индивидуально. По верхам Вероники. Офигеть называется. А мне, наверное, платье. Мы бы хотели переодеться. Ну, как он купил ей платье? Может, он вообще не подойдет. Вау! Вау! Да, самое красивое платье из всех. Шикарное. Самое красивое из всех платье. Просто Джулиан Мур. Очень похоже. Прямо, да. Спасибо большое. Да. Девчонки, ну это царский подарок. За все 8 лет таких царских подарков еще невестам не делал никто. Мы очень старались. Спасибо большое. Проходите. Индивидуально. А какое оно, наверное, уютное, да? Приятно в нем. На ощупь вообще с ума сойти. Просто уютное, преуютное. Мне идет, Борис, да? Да, очень идет. Очень. Ну, спасибо. Ну, а если не о платье, а Евгении, что можете сказать? Также с ним уютно, мягко и приятно. Жених мне понравился. Он свой. Вот он мой для меня, для Розы. Он очень комфортный мужчина. Вот просто комфортный. Если вы не будете ему выпиливать по одной извилине в день, то все будет хорошо. Просто дайте ему быть собой. Не являйтесь в бегуде, в халате и не говорите, может быть, спать уже пора. Сейчас она тебя выберет, ты ее обними, чтобы она поняла, в каких надежных руках она оказалась. Лариса, можно я небольшую ремарочку внесу? Вы уже вносили. Это я вам просто как совет. Вы сейчас будете говорить, что мы вас не так поняли, и что у вас это было в браке, когда вы были беременны. Меня выставили как какую-то нервостеничку, истеричку. Мои истерики были абсолютно оправданы. Я считаю, и по сей день, это когда мой муж не приходит два дня домой. Дайте хотя бы один повод вашей истерики. Два дня домой не приходится. Проходил домой, ужасно. Тереписки в телефоне находили. Это ужасно тоже. Он вам звонил? Нет. Ты больше всего ей подходишь, вот честно так, именно как человек. Вероника, мой вам совет. Просто я как мать. Огромное количество людей каждый год, психологов, высококвалифицированных, выпускается по всей стране. Их нужно теребить, их нужно искать, с ними нужно работать. Весь мир не брезгует по ходам к психологам. Он вам показан. Правда. Я не справлялась с каким-то ситуацией, обращалась к психологам. И вам нужно. Вам просто один визит, вам все расставит по полкам. Потому что вы все делаете не так. Я боюсь, что у вас могут возникнуть проблемы и в следующих отношениях. И сколько бы вы, вот даже если вы сейчас заплачете, это будет только вашим плюсом. Значит, вы правда живая, а не снегурочка. Вот это замечательно. Обязательно сходите. Потому что самой не справиться невозможно. Вы неправильно себя вели, как я не пыталась весь этот час вас тормошить. Все это не так. Понять? Придается все. И красота в первую очередь. Как это ни странно. Пробили защитой. Пробили. У Верончика. Ты там и так весь на стрессе сидишь, знаешь, еще когда начинают на какую-то точку давить. А к Полине и к вашей маме я хочу обратиться. Нельзя так относиться. Это ваша родная кровь. Как маму зовут? Людмила. Маме сколько лет? 44. 44. Мама счастлива с мужем? Очень. Вот мама счастлива и в своем счастье она там с мужем проводит время. Ваше дитё, я просто Людмила к вам обращаюсь, ваше дитё заблудилось и запуталось. Ничего не понимает. Хочет любви. Ребенка родила. Помогите ей. Возьмите за руку. Договоритесь с психологом, с районом. Даже он поможет. Отведите. Помогите. Что вы делаете? Она не знает сама, что с бывшим сходиться, не сходиться. И вы тоже старшая девушка. Мне кажется, надо тут с двумя людьми работать. Не только с Вероникой, но и с её бывшим мужем. Естественно. И с ним тоже нужно. Послушайте. Прекрасный Евгений. Но лучше будет пока попробовать. Вы можете сегодня с Евгением уйти. Но лучше будет попробовать всё-таки отношения построить. Не хочет он с вами разводиться. Хотел бы уже, и живот бы не болел. Мёртвый бы, полумёртвый бы приполз только, чтобы получить этот вожделенный штамп о разводе. Не хочет он. Никогда не встречайтесь с людьми, у которых проблем больше, чем у вас. Вы рискуете чужие проблемы решать, а не свои. Мы же здесь сватаем, а не сеанс психотерапии. Ладно, бог с ним, пришли. Поэтому, если уж говорить, кого выбирать, того, кто вас больше любит. И я считаю, что Дмитрий, тем более живёт рядом, возможностей больше не будут. Ни Женька, ни Артём не будет к вам ездить. Оно нас сдалось два раза съездить. Вы не дадите, как говорится, или не придёте на свидание. Или у ребёнка что-нибудь, дай бог ему здоровья это. Всё плюнут, скажут, оно мне надо кататься в Санкт-Петербург. А Димка рядом, тем более он сам искал вас. А Димон такое платье не сострочит. Нет, ну и что делать? И что делать? Бери, что есть, как говорится, и радуйся. А Дима хороший, мама у него неплохая, поэтому берите, что даёт. Роза права вообще, Роза за тебя. Идеальная речь у меня получилась. Вероника, в любом случае мы вас поддержим. Проходите туда, куда решили. Ну, первый ей не нужен, потому что пока он вырастет в чём-то... Ты ему не разберёшься, если бы... Ой, подожди. Она не будет с ним, Роза, железная. Вот не вижу её. Не понимаешь, смёртвое всё. Луна у меня в весах, близко к вашему Солнцу, а поскольку у вас Солнце с Меркурием, то вот это вот внутреннее состояние моей души где-то до вас доносится, понимаете? Я его почувствовал. Роза, умоляю, давай уйдём, предоставим возможность Тамарочки побеседовать с Женей. Как, вы что, серьёзно? Я вас умоляю, может быть, нам и не придётся с неё работать, правда? Я приглашаю всех выйти и поддержать Веронику. АПЛОДИСМЕНТЫ О, Игорь, пришёл! Я выбираю тебя. Мне очень понравился ты и очень понравились твои подруги. Вообще всё так замечательно. Спасибо. Здесь есть подруги не больше, чем я. Нет. Вот такая у нас сегодня прекрасная пара. Если вы одинокий или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, Пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи!